Вкус пищи знает лишь тот, кто ест. Ответить может лишь тот, кого спрашивают. Сны видит лишь тот, кто спит. А для злодея наилучшим примером служит судья сам достойный суда. Привет, я Даша. И это традиционная книга «Отчетник за сентябрь месяц». И начнем мы с книги «Исторические кладбища Санкт-Петербурга». Авторы Кабак и Пилютко. Вот таким образом выглядит книга вблизи. Ее толщина, ребро, собственно. Что я могу сказать об этой книге? Начинается она с описания литературы, в большинстве документальной, в которой упоминается кладбище города. Первая глава, которая называется «История Петербургского некрополя», знакомит нас с историей основания кладбищ, а также привязка каких-либо кладбищенских событий с деятельностью какой-либо императорской особой. Также есть описания знаменитых исторических личностей, например, полководца Суфорова, Чайковского и прочих. Прослеживается развитие погребальных событий, дается расшифровка тех или иных традиций, символики, атрибутов погребения. Также можно узнать о выдающихся авторах надгробий, да, даже такое бывает, и ознакомиться с известными их работами. Также есть обзор кладбищенских церквей, эпитафий, перечень исторических захоронений, ну и схемы каждого из кладбищ. Конечно, сноски и указатели по фамилиям. Сейчас даже покажу, собственно, схему одного из кладбищ. Ну вот, например, это у нас Волковское православное кладбище и музей Некрополь «Литераторские мостки». Как можно видеть, следующая книга – это Борис Акунин «Азазель». Я как-то уже рассказывала об этой книге. Это, собственно, начало путешествия карьерного Раста Фондорина. Книга выпрямлена вот таким вот образом, в таком ретро-стиле. Вот так она выглядит сбоку. То есть здесь можно видеть букву «А». Здесь есть, как можно видеть, такая закладочка. Но, на мой взгляд, она слишком длинная. Приобрела я ее в новом издании. Вот в таком. Оно было издано, разработано специально для того, чтобы и на полку было приятно поставить, и чтобы погружение читателя в описываемую эпоху проходило, так сказать, как бы с погружением. Дизайн, правда, очень удачный. И вот, знаешь, представь себе богатые особняк. Нет, даже замок древний такой, европейский замок. В них есть такие библиотеки огромные, со стеллажами книжными, прям под потолок. Там, со столом каким-то дубовым, я не знаю, посидине, чтобы читать, с широким подоконником, чтобы на него можно было залезть, почитать. Ну вот, вот такая вот обстановка. И вот, когда видишь эту книгу, хочется удалиться вот в такой вот кабинет и читать там. И при прочтении создается тут так же ощущение, что вот в такой библиотеке и сидишь. Я покажу иллюстрации. Вот, например, это у нас университет на Моховой. Фотография 1882 года. И, собственно, таких фотографий почти на каждом развороте. Таким образом выглядит название главы. То есть, все в стиле 19 века, наверное. Здесь есть даже, то есть, как видно, не только какие-то пейзажи здания, но и портреты имеются. Так, секунду, сейчас найду. Вот, есть даже табель рангов всех чинов воинских, статских и придворных. Это совершенно изумительная книга. Я совершенно не жалею, что я ее приобрела. И если бы Акунин решил переиздать все свои книги в таком формате, вероятно, я бы даже разорилась на несколько из них. Так, Донцова Дарья, Укротитель Медузы Горгоны. Главный героиня у нас здесь Степанида Козлова. Ну, приятным моментом служит то, что даются советы в плане косметики. Но вообще, книга мне не особо понравилась. Дело в том, что предсказуемость в мелочах совершенно очевидная. Если главная героиня вынуждена там нырнуть под стол, непременно кто-то зайдет, значит, в комнату состоится там какая-то ключевая беседа. Или там главная героиня что-то увидит значимое. Если снимает украшение у нее дома, значит, она его там будет, опять же, будет вынуждена вернуться и что-то важное для себя обнаружить. Концовка тоже предсказуемая. Так что... А, и как мы все знаем, Донцова начинает все свои книги с какой-либо мудрой фразы. И эта книга у нас начинается с таких слов, как «Самой в руки приплывает лишь, пардон, дерьмо, за жемчугом придется нырять». Записки князя Кирилла Николаевича Голицына. Мама уже рассказывала об этой книге, потом не буду особо углубляться, но все же несколько слов скажу. Совершенно изумительная книга. В ней ясно и просто рассказывается от собственного лица о периоде начала XX века до его середины. На примере жизни, собственно, самого Кирилла Николаевича. При этом рассказывается столь легко и непринужденно, что просто не выдаешься. Обычно в подобных книгах, я заметила, авторам не удается избежать субъективного суждения, но эта книга, она исключение из правил. Условно, его можно поделить на несколько частей. Это рассказ о семье, самая интересная часть для меня. О том, как была пережита революция, жизнь в тюрьме. Ну и, собственно, информация о самом Кирилле Николаевиче, о которой создатель записок ввиду своей скромности умолчал. Ну и, собственно, история Голицыных, в принципе, как родом. Очень-очень много фотографий. Есть копии постановлений, приказов, анкет, каких-то документов, касающихся семьи князя. Вот я покажу несколько мест. Вот, например, это родственники Кирилла Николаевича. Невский проспект. Опять же, родственники. Я немножко могу неудобно показывать, но одно левое это как-то сложно делать, к сожалению. Вот еще, то есть, очень занимательная книга и в плане повествования, и в плане фотографий. Я их очень внимательно и долго рассматривала. В электронном виде также я читала совершенно удивительную книгу. Называется «Эти поразительные индийцы». Автор Наталья Гусова. Ой, просто изумительная книга. У меня, знаешь, для себя есть правило. Книги я покупаю лишь в том случае, если мне хочется ее перечитать после того, как я ее прочитала в электронном варианте. Так вот, эту книгу мне захотелось иметь на руках. Иметь ее на своих книжных полках. Совершенно уникальная по своей содержательности книга. Я полностью ей восхищена. Только начав читать, я сразу для себя решила приобрести бумажный вариант. Книга начинается с весьма любопытного писания первых русских исследователей Индии. Есть описание того, кто же на самом деле арийцы. Я всегда знала, я была уверена, что славяне и индийцы – братья. В книге я, слава Богу, нашла подтверждение своему убеждению. Уделяется внимание таким вещам, как способы передвижения в Индии, уважение животных, поясняется ситуация с вегетарианством, историческое обоснование тех или иных мифов подоплека сама история собственной Индии. А в конце есть внушительный список схожих слов русско-индийских. И, конечно же, библиография. На этом все. Желаю тебе отменного здоровья. Сейчас опасный период. Пока. До скорых книг. Субтитры подогнал «Симон»